Сегодня мы ремонтируем вот этот шкаф. Он немного перекошен. Если вы посмотрите, то увидите, что сверху дверка прилегает к стене вплотную, а в нижнем правом углу расходится. Такая же история с левой дверкой, только наоборот. Внизу дверка прилегает хорошо, а вверху нет. Создает впечатление, что шкаф у вас завален на бок. Он имеет ромбовидную форму. Причина такого может быть две. Либо перекошен шкаф, либо перекошены обе двери. Для начала надо выяснить, есть ли перекос у самого шкафа. Можно его положить, посмотреть, как прибита задняя стенка. Или не класть, а проверить вертикальность с помощью уровня. При этом, конечно же, проконтролировать горизонтальность пола. Я это делаю с помощью обычного лазерного уровня. Сейчас проверим горизонтальность пола и вертикальность стенок. Проверяем пол. 26, 27 и здесь 28. Мы видим, что на полутора метрах у нас пол склоняется влево на два миллиметра. Это отклонение небольшое. Если мы посмотрим на линию, которая идет по боковой стенке, то увидим, что здесь перекос гораздо больше. Вот линия начинается по левому краю стенки и переходит на правую, примерно до середины ее высоты. То есть на участке в метр десять, она отклоняется вправо на 16 миллиметров. Однозначно, что шкаф завален влево. Если дверь придвинут вверху вплотную к стенке, то внизу останется щель. Померим ее. 16 миллиметров. Как видим, шкаф завален влево. Как будем исправлять? Снимаем дверки, опустим шкаф на пол фасадом вниз, снимем заднюю стенку. Выровняем шкаф и прибьем заднюю стенку снова. Снимаем дверки. На дверках, как видите, механизм уют. Я не считаю его верхом совершенства. Дверки на нем ходят легко, но они же постоянно тянут крышу вниз и пытаются ее искривить. Искривлению препятствует жесткий верхний профиль и вот это верхняя царга. Кстати, здесь она до конца не закреплена. Несмотря на эти ухищрения, вес трех дверок, а это примерно 45 килограмм, тянет крышу шкафа вниз и способствует искривлению шкафа. Это происходит не за один день, но постоянное воздействие приводит к тому, что шкаф в конечном итоге искривляется. У меня уже есть видео со шкафом, где точно такой же механизм крепления дверок и те же проблемы. Если вам интересно, покопайте на канале. Ссылка есть в описании. Если класть шкаф вот так, нам места не хватит. Мы можем только повернуть шкаф и положить его по направлению к камере. Сейчас это и сделаем. Вот шкаф у нас лежит. На фабрике обычно ДВП раскроют с правильными прямыми углами. Давайте все-таки проверим это. Я буду проверять не большим столярным угольником, а маленькими. Это, пожалуй, будет достаточно, чтобы оценить угол. Вот мы видим, что угол у ДВП прямой. Задняя стенка раскроена правильно. А теперь мы видим ошибку сборщика. Вот лист здесь отстоит от края на 3 миллиметра. А если посмотрим по крыше, то к середине крыши они сошли на нет. А на противоположном краю опять расхождение. До боковой стенки лист чуть-чуть выходит за край. Далее выпирает край боковой стенки и внизу края опять сходятся. Видим, что тут стенка изогнута только в другую сторону. Давайте снимем заднюю стенку шкафа. Выровняем геометрию шкафа и пробьем все скобочками. Вот заднюю стенку мы сняли. Давайте отметим все точки, где проходят перегородки и полки, чтобы потом прибить заднюю стенку к ним тоже. Перед тем, как выровнять шкаф, обратим внимание на то, что верхняя царга отходит от стенки. Здесь уже кто-то до меня сделал дополнительные крепления двумя шурупами. Фабричное крепление это один конфирмат. Та же история и с другой стороны. Конфирмат закрутить невозможно. Он прокручивается. Что можно сделать? Можно просверлить новое отверстие для него. Но учитывая, что рядом стоят два шурупа, то с большой долей вероятности царга просто расколется. Поэтому сверлить не получится. Еще один способ уплотнить отверстие. Забить в него, например, зубочистки и закрутить конфирмат. Сейчас это и сделаем. У меня зубочисток нет, но есть вот такие шпажки. Их я и использую. Вот на такую длину у нас входит шпажка. Укоротим ее на толщину боковой стенки и вставим в отверстие. Закручиваем конфирмат. Он хорошо затянут. Подтянул себе царгу и щель исчезла. Вот, показываю. Также заменим эти детские шурупы со сверлом на более длинные. И тут тоже используем шпажки. Вкручиваем в них наши новые шурупы. Теперь царга прочно закреплена. Точно так же исправляем крепление с другой стороны. Теперь проверим геометрию шкафа. Проверим с помощью рулетки. Но просто зацепиться за углы не получится. С одной стороны угол просто разрушен. А с другой подпятник прибит в самый край без отступа. Какой выход из положения? Надо просто забить гвозди с двух сторон в симметричные точки. Вот так. И от них проводить измерения. Смотрим первую диагональ. От гвоздя до угла 26,04. С другой стороны 25,86. Расхождение почти на 20 мм. Уменьшаем большую часть. Смотрим что получилось. 25,96. А здесь 25,94. Немного двинем. 25,95. И здесь 25,95. Значит шкаф у нас ровный. Теперь кладем заднюю стенку на место. Ровно край в край прибиваем одну сторону. Еще раз проверяем геометрию шкафа. Если надо подправляем. Затем по заранее нанесенным меткам размечаем где проходят полки и внутренние стенки. Показываю получившуюся разметку. Вот линия средней стенки. Это полка. Это полка. И еще одна полка. Теперь достаточно просто оббить скобки в середину между этими линиями и мы никогда не промахнемся. Вбиваем заднюю стенку. Поднимаем шкаф. Вот шкаф стоит. Давайте проверим его вертикальность с помощью лазерного уровня. Вот пошла красная линия. Она идет вверх. Она идет ровно как видите. Идет четко по середине стенки. Шкаф у нас выровнен. Передвинем его на новое постоянное место. Нарешаем дверки. Дверки встали ровно. Шкаф собран. Дверки поставлены. Надеюсь это видео было полезным для вас. Не бойтесь собирать и ремонтировать мебель самостоятельно. У вас все получится. В следующий раз постараюсь показать еще что-нибудь интересное. С вами был Вежливый Мастер. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова